Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале «Вот как книга была лайка». Меня зовут Игорь. И сегодня у нас с вами уже пятый день нашего хоррор-марафона. Сегодня у нас с вами предпоследний день уже. Завтра уже будем подводить итоги, и завтра у нас будет финальная книга. Ну а сегодня, сегодня мы с вами проговорим про автора, про которого мы с вами говорили в прошлом хоррор-марафоне. Я думаю, что внимательные зрители и те, кто смотрел первый сезон хоррор-марафона, они запомнили автора, который на меня произвел неизгладимое впечатление. И именно с прошлого года я решил, что у меня теперь есть традиция. Раз в году, в конце октября, я читаю книги Александра Варго. Такая моя легкая прихоть, скажем так. Если вы помните, в первом сезоне хоррор-марафона мы с вами читали у Александра Варго трилогию «Дом в овраге». Эта трилогия жуткая, эта трилогия просто пропитана насилием. Она настолько кровавая, она настолько отталкивающая, она настолько жуткая, что она до сих пор у меня сидит в голове. И я решил, что подобные книги как-то часто я читать точно не могу, но вот раз в год я даю себе такую слабость и читаю книги Александра Варго. Но я попал в ловушку. По-моему, кстати, тоже в прошлом видео, как раз с первого сезона хоррора-марафона, говорили, что Александра Варго – это творческий псевдоним. И, как я сейчас знаю, под этим творческим псевдонимом скрывается несколько разных авторов. И «Дом в овраге» написал, мы тоже с вами, по-моему, говорили, Сергей Демин, но Сергей Демин – это тоже творческий псевдоним, и вроде как автора зовут Сергей Давиденко. И вот как раз именно книги Сергея Давиденко я хочу читать. И я прочитал одну, но на самом деле я прочитал две. То есть, получается, одну книгу я прочитал за авторством Сергея Давиденко, а вторую книгу я прочитал уже за авторством другого писателя, а именно Алексея Шолохова. Причем я когда читал вторую книгу, я думаю, как она не похожа на то, что я читал до этого. А причем мне так повезло, что я прочитал «Дом в овраге» в прошлом сезоне, и в этом году первая книга я включил, и она сразу оказалась то, что я хотел. А потом думаю, ну еще для видео, еще одну прочитаю. И мимо, и мимо, и не попал. Так что вдруг, если вы заинтересуетесь Александром Варго, то знайте, что там разные авторы скрываются под этим творческим псевдонимом, и на самом деле, чтобы прочитать именно того автора, которого вы хотите прочитать, нужно сначала погуглить, сначала нужно поискать, какие он произведения написал, выпускал ли он там под этим псевдонимом, и все в этом духе. То есть так просто взять и прочитать всего Александра Варго, это не вариант, конечно. Но все-таки одна книга от Сергея Давиденко прочитана, и это старое доброе ультранасилие. Это то, чего я ожидал после «Дома во враге». И книга эта называется «Молитва отверженного». Я ж вам до сих пор не сказал это самое название. А «Молитва отверженного» прочитана, и снова она меня погрузила в ту атмосферу, в которой я пребывал в прошлом году. Давайте, наверное, сразу с вами договоримся, что это у нас будет такой спойлерный обзор. Здесь какие-то сюжетные повороты я, наверное, вам озвучу, потому что, ну, их как будто невозможно не озвучить для передачи всего того безумия, что творится на страницах этих книг. И поэтому, если вдруг «Молитву отверженного» вы собираетесь читать, и вы не приемлете спойлеры, вам это не нравится, то, наверное, вам нужно это видео поставить на паузу, пойти почитать, и уже после прочтения, возможно, вернуться к этому видео и поорать между со мной от всего прочитанного. Ну, а если вдруг вы не собираетесь читать, то давайте погружаться в мир ультронасилия. Изначально, когда я брал книгу «Молитва отверженного», я почему-то думал, что там будет какая-то мистическая составляющая, потому что аннотация была сформирована таким образом, что как будто бы что-то потустороннее будет. Ну, на самом деле, оказывается, я просто не дочитал аннотацию, есть еще такая проблемка. И, насколько я понял, вот у Сергея Давиденко, у него нет места мистики особой какой-то. Ну, из того, что я прочитал. Я прочитал, получается, у него четыре книги, и там не было мистики. Там были только люди, их жестокость, их злость и насилие, которые творят люди. И в «Молитве отверженного» то же самое. И по сюжету у нас есть главный герой – Александр. Александр – семьянин. У него есть жена, у него есть двое детей, но у него есть еще и любовь. Любовь на стороне. Любовь зовут Татьяна. И он мечтает быть с этой самой Татьяной. Но какие-то аспекты, какой-то быт, и все в этом духе, ему не дают возможности быть с Татьяной. А Татьяна не готова быть просто любовницей. Татьяне необходимо, как это называется, гражданство, разрешение. В общем, Татьяна, она не из России. Она приехала в Россию, и ей необходим брак с человеком, чтобы в России остаться. Я не силен вот в этих всех приколах. И поэтому просто быть в статусе какой-то любовницы, Татьяна не согласна, ей необходим какой-то выгодный женик. И благодаря которому она сможет остаться в России. По итогу Александр и Татьяна расстаются. Расстаются очень странным образом и по очень странному поводу со стороны Александра. В общем, там какой-то трэш вообще начался буквально сразу. Причем вот психологический трэш. В итоге, значит, когда Татьяна узнала, что у Александра есть дети, она ему это предъявила, и жена. И она ему это предъявила, Александр в ответ написал, что он сейчас в депрессии, что произошла авария, дети погибли, он, короче, там еще что-то, и типа вот, мне нужно побыть одному, и что-то такое. И типа, чё? Ты больной? Ну, на самом деле больной, да. Но, блин, это как вообще могло родиться в голове? Причем, это, знаете, это самое начало еще книги, когда мы еще не подозреваем ничего про этого Александра, но это сразу просто огромный штрих к этому самому портрету. Ну, какой здоровый человек будет писать такие вещи про своих детей, про своих родственников. Ну, в общем, короче, какие-то тревожные звоночки у нас сразу имеются. По итогу, они с Татьяной разошлись, Александр не находит себе места, ему тяжело без этой самой любви, и он всячески пытается вернуть Татьяну. Уже спустя время он понимает, что эта любовь его не отпускает, он хочет быть с ней, с женой не заладилось, и они даже подают на развод. И Александр думает, что вот, теперь он свободный, и Татьяна примет его с распростертыми объятиями. Но Татьяна его не принимает, потому что Татьяна нашла себе нового ухажера, причем достаточно обеспеченного, бизнесмена, оказалась очень выгодная партия, и к тому же он согласен на ней жениться. И во время дороги к ЗАГСу Татьяну и ее возлюбленного похищают. В итоге Татьяна и ее несостоявшийся муж очнулись в каком-то бараке, непонятно чего, и там два человека. Эти два человека, одно из самых жутких вещей, которые могут быть. И если вдруг вы уже тоже читали трилогию от Александра Варгодом во враге, то вы себе можете уже нарисовать портрет этих двух людей. Эти два человека называют себя сказочниками. Эти сказочники, и сказочники, они потому, что свои убийства они производят в образах каких-то мультипликационных и сказочных персонажей. В первой сцене, как раз в этой сцене, где они похитили Татьяну и ее несостоявшегося мужа, они Винни-Пух и Пятачок, вроде как. И вот эти сцены, когда мультипликационные герои, сказочные герои, которых ты всегда представляешь себе абсолютно положительными, предстают в образе негативных, жестоких персонажей, это всегда очень жутко. Ну, по крайней мере, для меня. По жуткости, есть такое слово? Ну, если нет, то будет. По вот этой степени жуткости, наверное, вот эти персонажи детских историй, которые совершают насилие, они, наверное, близки к самим детям. Когда дети есть в ужастиках и когда там в детей вселяется какое-то зло, для меня это очень жутко всегда. В фильмах ужасов, в книгах, везде. И даже вот, знаете, тоже, опять же, в фильмах ужасов меня всегда очень сильно напрягает, когда какая-то детская музыка начинается. И это всегда не к добру. И вот как раз вот эти сцены с этими сказочниками, наряженными в героев известных, это трэш. И эти сами образы, они жуткие, но в то же самое время они еще и творят очень жуткие вещи. Опять же, если вы знакомы с творчеством, если вы читали хотя бы там «Дом в овраге», то вы понимаете, что эти жуткие вещи, они еще достаточно подробно описаны в книге. И все это преподнесено буквально без купюр. И я даже не буду вдаваться в какие-то подробности, что там происходило, происходило, что они говорили, потому что это просто трэш. Это просто, не знаю, мясорубка какая-то. В первую очередь эмоционально. По итогу, сказочники отомстили больше Татьяне. По итогу, вот этот ее несостоявшийся муж, он ушел безнаказанным. А вроде как все преподносилось, что это из-за как раз вот этого несостоявшегося мужа, что это ему отмщение какое-то. Но он ушел безнаказанный, а Татьяне вылили на лицо кислоту. В итоге она лишилась зрения, она лишилась, по сути всего, лица. И на этом, собственно, сказочники их отпустили. С этого момента, естественно, Татьяна осталась в одиночестве. Этот несостоявшийся муж ее бросил, от нее убежал, отказался. И тут Александр, как рыцарь, на белом коне приезжает к Татьяне. Говорит, я буду за тобой ухаживать, ты моя любимая, ты мне даже такая нужна. Но, когда Татьяна выписывается из больницы, она понимает, что Александр это совершенно не тот человек, который ей нужен, что даже в таком состоянии, когда ей нужна поддержка, она не хочет получать эту поддержку от Александра. И она ему говорит, что я возвращаюсь обратно домой, по-моему, в Кишинев. Можешь, пожалуйста, меня сопроводить в аэропорт, посадить на самолет, я улечу и все. И там у меня вроде как уже есть знакомые, которые согласились мне помочь, мне проведут какие-то пластические операции. Возможно, как-то вот меня смогут там исправить дома, на родине. Александр говорит, хорошо, но с этого момента переключается тумблер, и Александр перестает быть таким рыцарем. По итогу Александр свою эту возлюбленную привозит в дом к другу, к своему, попутно этого друга убивая, и из Татьяны он делает заложницу. По итогу он Татьяну держит на цепи и преподносит это все, что это ради нашей любви. Я тебя так люблю, ради тебя я это делаю. И с этого момента мы погружаемся в пучину безумия Александра. С этого момента как раз вот этот персонаж, который выступал вроде как более-менее положительным героем, он перестает быть таковым. Происходит вот этот самый слом, и мы просто всю оставшуюся книгу проводим вместе с этим Александром и с его безумием, и с его жаждой насилия. Причем, мне кажется, он даже сам не отдает отчет, насколько сильно он жаждет вот этого самого насилия. Кстати, про положительных персонажей. Здесь, наверное, тоже нужно сделать ремарку, что, опять же, насколько я понял, исходя из четырех книг Сергея Давиденко, которые я прочитал, у него, в принципе, нет положительных персонажей. В его книгах нету никого маломальски вызывающего симпатию. Даже если вот как раз брать книгу «Молитва отверженного», то на роль положительного персонажа во всей этой истории могла бы претендовать Татьяна, потому что, ну, хотя бы из-за статуса жертвы. Но все-таки мы знаем ее подноготную, мы знаем ее какую-то вот эту меркантильность, ее такое потребительское отношение к людям, и из-за этих качеств мы уже считать ее каким-то положительным персонажем мы тоже не можем. И, в принципе, такая же ситуация была и в трилогии «Дом в овраге». Там вот тоже на вскидку я вам вообще не скажу ни одного персонажа, который вызывает какую-то симпатию. Да, конечно, в случае с Татьяной здесь другой вопрос. Заслуживает, не заслуживает? Я считаю, что абсолютно, конечно, не заслуживает. Но вот по каким-то моральным качествам все-таки назвать ее положительной героиней я, конечно, тоже не могу. По итогу Татьяна превращается в эту самую заложницу. Александр над ней бегает. Вроде как стремится сделать ей лучше, покупает ей какой-то виноград, еще что-то. И типа, ты больной? Какой виноград? Ее должен порадовать. Человек пережил такое. А, ее еще произошло сексуализированное насилие этими сказочниками. И она пережила такое. Она лишилась лица. Она сейчас на цепи. Он там даже сам говорит, что у нее появляются какие-то пролежни. Ей нужно еще менять вот эти все повязки, примочки, чего он, естественно, не делает. От нее начинает исходить запах жуткий. И он такой, я хочу тебя порадовать виноградом, моя любимая. Ты же любишь этот виноград? Съешь. Да пошел в жопу. Что тебе можно сказать? И, в общем, это, конечно, вот это какое-то безумие, в котором мы находимся. Это трэш. Это страшно. Но не все так просто. Там получается, что эти сказочники, у них двухактовое действие. И то, что мы видели, это был только первый акт. У них еще есть второй. И они с Татьяной и ее этим несостоявшимся мужем еще не закончили. И они еще должны довести свое дело до конца. По итогу мы снова видим этих сказочников. Мы видим их, снова их жуткое амплуа. И на этот раз они Малыш и Карлсон. Боже. Вы вот можете себе представить, что где-то, когда-то могла родиться мысль использовать Малыша и Карлсона для убийств. В образах этих кого-то убивать. Причем там какие-то пропеллеры были, еще что-то. Я просто не понимаю. Но, с другой стороны, я вроде как этого и хотел. И, в принципе, я к этому был готов уже после прошлого сезона. Но, в любом случае, это трэш. Это жуть. Это невероятная жуть. Это, ну вот, по настроению и по ощущению. В принципе, вот от, что трилогии «Дом во враге», что от «Молитвы отверженного» вайп такой вот, ну, хостел-фильм. Вот если вот вы смотрели, вот вы себе представляете. Вот что-то такое же происходит и в этих книгах. И по итогу происходит этот второй акт у сказочников. С мужем, с несостоявшимся, они разбираются. Но тут глобальная интрига. Раз уж мы давайте с вами уж совсем со спойлерами говорим, то давайте и эту глобальную интригу тоже вам расскажу. Здесь получается прикол в том, что этих сказочников нанял Александр изначально. Он хотел отомстить Татьяне за то, что она его бросила. И он хотел, чтобы они расправились с этим несостоявшимся мужем, чтобы она была одинока, чтобы она снова почувствовала тягу к Александру, и они были вместе. И, в общем, все, что с Татьяной случилось, это все рук Александра. Вы можете себе представить? Любовь. Какая это в сраку любовь? Пошел в шоп вообще. И по итогу Александр пытается вроде как отменить этот второй акт, чтобы они Татьяну уже не трогали, к тому же они нарушили условия, когда они совершили сексуализированное насилие над Татьяной, а он им запрещал это делать, и он хочет разорвать контракт, но эти сказочники говорят, нет, не так просто, мы все равно доведем все до конца. И по итогу у нас происходит глобальная схватка двух безумцев, точнее, двух безумцев сказочников и безумца Александра. И вот это просто апофеоз всего. Этот финал, это что-то невероятное, это что-то страшное. А, там еще была отвратительная сцена, я вам забыл про нее рассказать. Ой. По итогу, знаете, как будто бы вот эта история с Александром, который рассказал, что его дети погибли, она как будто была предвестником того, что действительно это случится. По итогу, по вине Александра, дети и отец этого главного героя, они погибают в аварии, в аварии, в которой был виноват этот самый Александр. И там произошла жуткая, на самом деле, авария. Опять же, это все в подробностях нам преподнесено. И нам еще, знаете, один такой штришок безумию, в котором мы находимся, это то, что Александр увидел свою мертвую дочь, и то, что ее буквально там разорвало на части, и он ботиночек с частью ноги забрал, и он с этим ботиночком с частью ноги ходил. Я нет слов. Все. Я снова побывал в этом мире, жутком мире, в мире ультранасилия, в мире монстров, в мире отвратительных людей, в мире безумия. И я, слава богу, из него выбрался. И все на этом, знаете. И на этот раз, на ближайший год, этот мир я закрываю. И больше я туда, наверное, и не хочу возвращаться. Потому что... Причем, знаете, вот если с трилогии «Дом в овраге» это было какое-то первое такое погружение, и я когда начал читать, к тому же «Дом в овраге», он еще такой, достаточно лайтово начинается. То есть мы понимаем, что там будут жесткие темы, что там некоторая жесть вначале присутствует, но не такая. И как-то вот, знаете, у меня было такое постепенное погружение, и потом к финалу «Дома в овраге» я уже барахтуюсь во этом во всем деле, и думаю, что происходит вообще, как так? И вот на каком-то... В состоянии аффекта. Я еще прочитал две книги, и вот тогда мы с вами их обсудили. А тут я уже как будто был готов к этому, что это будет жестокость, что это будет невыносимое просто какое-то безумие, и как будто вот эта готовность, она меня и подвела. Как будто вот в первый раз мне было легче это все читать, мне было... Да все, мне никак не было. У меня больше нет никаких эпитетов, чтобы описать это ощущение, от прочтения этих книг. Вот во второй раз это жутко. Это вот снова пережив... Это как будто снова переживаешь травмирующий какой-то опыт. А опыт чтения этих книг, они определенным образом, конечно, все-таки травмируют. Но все-таки не могу себе отказать в удовольствии, немного себя травмировать, хотя бы вот раз в год. Я не знаю, как это называется, почему я продолжаю это делать, почему я взялся снова за книги Александра Варго, но, ну вот видимо, ради вот этого опыта, ради вот встречи с вот этим всем безумием. Это что-то, это жутко. А я еще, знаете, в какой-то момент, я слушал аудиокнигу, и я в какой-то момент снова совершил ту же самую ошибку, когда я пошел вечером с собакой гулять с этой книгой. Ну, здрасте, пожалуйста. И она покакала, и я покакал. Мы все, мы все там дела сделали, потому что читать это на улице, в темноте, это невозможно слушать, ну, точнее, это невозможно, это страшно, это неприятно. Ты оглядываешься от всего вообще, что только может быть, от любого шороха, ты идешь, боишься своей тени. Потому что, опять же, знаете, я не так, то есть, когда я читал, например, слушал городские легенды Лены Обухова, я тоже это делал во время прогулок с собакой, но мне не было так страшно, мне было абсолютно комфортно, потому что там вот эти мистические составляющие, это вот такую мистику я не боюсь. А в книгах Сергея Давиденко всегда зло творят люди, ну, по крайней мере, в тех, которые я читал, зло творят люди. И это может быть любой человек вокруг тебя. И вот на этой паранойи я двигаюсь. И это страшно, это неприятно. В итоге я выключил эту книгу, думаю, нет, вот вне стен своего, дома слушать эту книгу я абсолютно точно не буду. В общем, да, в общем, да, вот случился такой опыт, случилась такая моя новая травма. Ну, видимо, каждый наш хоррор-марафон будет сопровождаться какой-то такой травмирующей историей. Я думаю, что и в следующем году, знаете, вот эта рана затянется, я снова начну немного верить в людей, я снова смогу без страха смотреть на Винни-Пуха и Калсона, и тогда, возможно, я снова возьмусь за книгу Александра Варго. А, кстати, я вам не сказал, какую вторую-то книгу я прочитал. Я на этой те... И она как-то... Знаете, наверное, мне еще и повезло, что вторая книга была не от Сергея Дведенко, потому что если бы еще и вторая книга туда наложилась, это, это все, это страшно. А вторая книга была «Взгляд висельника». Написал ее Алексей Шолохов под псевдонимом Александра Варго, посвящена она подростковым суицидам. И там подростки кончают жизнь самоубийством, и кто-то за этим стоит, и там ведется расследование. На самом деле, эта история, она получилась более такая детективная. и она без вот этого чрезмерной жестокости. То есть, понятное дело, там жестокость тоже присутствует. Вообще, тема достаточно сложная, тема достаточно болезненная, такая триггерная. Что хотел сказать? Я уже ничего не хочу сказать. Я снова вспомнил весь этот сюжет, как он пересказывал его, и мне снова плохо. В общем, вот такая ситуация сложилась. Пожалуйста, друзья, пишите в комментариях, как вам эта история. Читали ли вы ее? Кстати, мне очень интересно, после прошлого хоррор-марафона стали ли вы читать «Дом в овраге»? Всю трилогию или только какие-то части? Как вам она? Как вам это творчество? Как вам подобные книги? В общем, что-нибудь напишите в комментариях. Друзья, а мы встретимся с вами уже завтра, и завтра у нас с вами будет финальный день. И до скорой встречи, и до новых видео. Пока!